значит для того чтобы сделать разделительную досочку с гастроемкостью на торцевом срезе нам надо прежде чем что нам надо в двух словах чем она отличается и сложнее от обычной вот такой досочки такая досочка делается в несколько этапов просто склеивается щит вот он верхний щит берутся вот такие рейки в нем выфрезероваются пазы зарезается под 45 и это все приклеивается прибивается получается досочка чем же чем же сложно вот такой доски на торцевом срезе вот такие срезы необработанные это дуб срезанный спинка первый этап выравнивается до того как он еще пока целый он весь потресканный вот основная трещина и есть несколько каких назвать еще дополнительных трещин чтобы она в будущем не разломала его нужно по трещинам разломать все вот эти вот почистить и склеить после того как она разломается вот здесь два разлома склеена а потом вы отрезана две плоскости выровнена и склеена вот так вот это уже заготовка с которой можно начинать работать сюда надо примерно так кинуть эту гастроемкость на глаз как-то чертить что тут лишнее срезать и выбирать вот эту часть эту часть в своей первой досочке я выбирал вот таким такой болгаркой и вот такой фрезой вот примерно такая фреза там она крупнее это чуть мельче это будет работать легче но это я пока не могу поставить не надо еще поработать но это отдельный момент и сложность этого заключается работы болгарки что я сразу должен за раз когда я работаю так я начинаю с края по сантиметру два-три я могу сюда сдвигаться сейчас же мне надо начать с центра и первый проход должен выбрать на всю фрезу здесь это сантиметров сколько всем наверно 8 а тут все 9-10 сантиметров даже этой болгарки это тяжело поэтому сейчас я попытаюсь на этот станок установить фрезер и уже фрезером делать первые проходы а нет вру не так вот сейчас она разломана склеена и сейчас надо не начинать не с того что его резать и вы фрезовывать сейчас надо его опять выравнивать то есть я ставлю на станок и опять ровняю к чему я столько этого всего говорю было очень много у меня просьбы я списывался и в телеграме и инстаграме с людьми которые просили на заказ сделать такую же досочку я начал их делать вот судя и вы видели я еще в майке первый это чулет они начал делать я еще не сделал ни одной вот она первая которая возможно доделается не знаю может не так сложно мне не интересно уже это делать первый раз было интересно мне было интересно разобраться как она делается или придумать как она делается сделать не за трое рассуждение но уже начал сейчас я как минимум одну сделаю и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, когда буду резать вот эту стенку, болгарку наклоняю в эту сторону. Вот здесь она плотнее, здесь она висит. Для чего? Для того, что вот там гайка есть. Сейчас я попробую показать. Вот гайка есть, которая зажимает этот пильный диск, чтобы она не касалась доски. В этот паз поддон вылазит. Сейчас я изменил наклон пилы в эту сторону и пилю этот паз. Вот наша гастроемкость уже практически вылазит. Надо немножко подшлифовать. И вот, начали вылазить первые косяки. Пооткалывала углы. Значит, придется точно так же отколоть углы и здесь. И все это обыграть, закруглить, как будто так и должно быть. Вот емкость уже свободно передвигается. Осталось все это дело дошлифовать. Начну вот с этого. Это попробую шлифовать прямо здесь. Этой же болгаркой только поставлю сюда лепестковый круг на липучке. Лепестковый круг на липучке. Влажной тряпкой протираю нашу досочку для того, чтобы поднять ворс. Правильно, Геннадий? Сейчас она моментально подсохнет. Еще раз я ее затру. Ее останется только покрыть маслом. И штопнуть. Да, 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 конечно. Чуть все. Все, нам осталось только покрыть нашу досочку. Масло-воск. Сначала просто маслом. Льняное. А затем масло-воск. Куда-то вы наползли. Какая красота. Ну и остался масло-воск. Это тот же самое льняное масло, только сваренное. Примерно 1 к 10. С натуральным пчелиным воском. Причем даже воском самого высшего качества. Забрусным. Может я все неправильно делаю. Я не знаю. Я сильно в это дело не вдавался. Долго. И профессионально этим делом заниматься не собираюсь. Мне интересно. Я сделал такую досочку. Как-то я подарил. Диме с Валентиной. Черничный хутор. И было у меня очень много пожеланий сделать такую же. Я вроде бы собирался их несколько сделать. Но сейчас вот сделал одну. И хочу сказать, что скорее всего вторую. Третью. А, ну третью. Да. Я уже делать не буду. Ни кому не утверждаю, что я вот так делаю, так надо делать. Вот что-то мне кажется, что я когда покрыл маслом, оно зайдет в лужи. Сейчас покрою масло воском, оно более густое, оно забьет. Фена у нас нету. Фена у нас нету. Фена у нас нет. Но в другом гардже не леет. И лишнее убираем. Значит вот такая у нас получилась. Разделочная досочка с емкостью. Вот эти вот углубления удобно брать в руки. Значит, почему я не собираюсь их изготавливать много? Потому что изготавливается она довольно тяжело. Ценник на нее надо ставить довольно большой. И я не считаю, что оно того стоит. Изготавливать такую доску и ее очень дорого ценить. Вот можно вот такие доски делать. Они изготавливаются намного проще. Давай немножко мы ее покроем, чтобы она заиграла красками. Вот такую можно было бы за каких рублей сто двадцать. Чтобы кто дал с удовольствием. Делал бы я себе. Вот он светленький. Сейчас он немножко впитается масло. И это снимется. Сюда так же становится. Достараем, то есть она закрыта с трех сторон. Там еще да, не дошлифована. Вот. Так что вот такие можно было сделать. Такую нет. Такая, скорее всего, вот она изготовилась одна. И она есть одна. Если кому интересно, можете предложить какую-нибудь сумму. Не надо сильно сумасшедшие деньги мне предлагать. Какую-нибудь небольшую сумму денег мне предложите. Напишите в Телеграм. И через неделю, максимум две, эта досочка кому-нибудь уедет. Если он захочет показаться, кому она уехала, мы покажем, расскажем, сколько мне было за нее предложено денег. Она сложная, мне не хочется ее изготавливать и ставить большие суммы на нее. Она-то, ну, ради чего. Досочка, это досочка, на которой надо чего-нибудь резать. А не любоваться ей, что она вот такая вот. Да, такая вот штучка получилась. Ей не получится дырку на стене закрывать. Да. Не сказал, естественно, досочка уедет тому, кто предложит более интересную цену. Не старайтесь, как я сказал, предлагать очень высокую цену. Не стесняйтесь предлагать любую, которая вам нравится. Возможно, ваша предложенная цена будет единственная. И она уедет вам. Повезет тому. Все, на этом мы вот это видео по изготовлению вот этих досочек закончим. Я показал весь процесс, как он делается. Кстати, такая досочка можно изготовить и без такого станка. Но с таким станком намного лучше. Ну, и постоянный наш зритель знает, у кого есть точно такой же станок. Так что с просьбой о изготовлении такой досочки можно обратиться и к нему. Это, как я сказал, рублей 120, если кто захочет приобрести. По Белоруссии даже мы вышли в Европочту бесплатно. Вся остальная пересылка, если вам кого-то хочется куда-то далеко ее заполучить, пересылка за ваш счет, пожалуйста, пишите в Телеграм. Ссылка в описании в канале и в описании под видео. На этом все. Вам всего хорошего. До свидания. С праздниками вас. Мира, добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok